Аграрии Житесусской области могут остаться без половины урожая из-за острой нехватки воды. Всему виной плохое состояние о растительных каналов, говорят фермеры. Уже на протяжении долгого времени они просят местные власти разобраться в проблеме. Чиновники обещают исправить ситуацию, но сделать все и сразу, говорят, не получится. Когда вопрос будет решен, узнавал Ануар Амангельдинов. У нас нет нужной нормы воды летом. Весной мы тонем, летом мы не видим воды. Вот уже третий год фермер Сергей Панин мучается с поливом. В 2020-м вместе с коллегами обратился к местным властям. Тогда чиновники обещали аграриям решить вопрос. Заверяли, установят новые водоотводные лотки и проблем больше не будет. Однако на деле железобетонные конструкции просто лежат вдоль канала. Просят садить сахарную свеклу, ее минимум 6 раз надо палить за сезон. Понимаете? Но это нереально вот здесь у нас. Вот спасение лежит, но оно лежит третий год. Когда все в Басово выйдут, на кукурузу, верхние каналы все откроются, у нас тут канал будет сухой. Мы воды этой не увидим. Сейчас вот вода есть, а летом ее не будет, она будет уходить под землю. Сверху они нам выдают три куба. К нам доходит, я не знаю, максимум куб. Острая нехватка воды сильно сказывается на посевах. В прошлом году некоторые хозяйства потеряли до 30% урожая. Нынешний сезон может стать еще хуже, не исключая аграрии. Плохое состояние ирригационных сетей бьет и по здешней инфраструктуре. Из-за ила и мусора вода из канала смывает дороги вдоль полей. Возмущает то, что вся вода уходит практически в никуда. А все потому, что шлюзов нормальных нет. Здесь на 300 гектарах трудятся 15 крестьянских хозяйств. Это может быть не так много, но мы тоже вносим лепту в отечественное сельское хозяйство. Работы по улучшению ирригационной системы в регионе ведутся, заявляют чиновники. Правда, сейчас реконструкция поставлена на паузу. Из-за нехватки средств в проект внесли корректировки. Реализация проекта начата в 2020 году. В 2020-2021 году освоено 1,89 млрд тенге. Степень готовности объекта на сегодняшний день составляет 60%. Для полного функционирования растительных сетей необходимо 2,209 млрд тенге. И мы сейчас будем заявляться в Министерство экологии и местный бюджет. Объяснить, почему они изначально не рассчитали необходимую сумму, чиновники не смогли. Правда, уверяют, что завершить все работы планируют до конца следующего года.